Сегодня хочу вам показать, возможно, какие-то свежие, интересные вещи в Дотнете, которые, наверное, прошли мимо вашего внимания совершенно зря. Мой доклад называется Asteroids for .NET Developers и он про инструменты и, возможно, чуть про практики, которые могут добавить немного фана в жизнь у нас, простых дотнетчиков. Я уже достаточно давно занимаюсь программированием, тоже чуть меньше, но много пишу на Дотнете. Дотнет мой основной стэк, с которой периодически хочу уйти, но никак не получается. Мне нравится писать код, но поскольку я там архитектор, то коды, получается, писать не так много, как хотелось бы. То есть мы все знаем, что архитекторы это такие ребята, которые хотят кодить, но, может, не могут, в отличие от простых программистов, у которых все достаточно очень просто. Вся жизнь программистов делится на две половины, то есть мы или пишем код, или код не пишем. И для того, чтобы достичь успеха программистской карьеры получить фан, надо очень создать простым принципом. То есть больше времени тратить на то, чтобы код писать, меньше времени тратить на то, что мы делаем, когда мы код не пишем, то есть минимизировать нашу активность, не связанную с написанием кода. И если мы уже пишем код, то делать это так, чтобы получать максимум удовольствия. Если мы начинали программировать в детстве, ходили какие-то кружки, у нас были счастливые времена, у нас были только мы, код, мы его запускали, радовались, не было ни QA, ни Project менеджеров, ни call-ов, ни митингов, ничего такого. Но потом мы пошли работать, и оказалось, что кроме кода есть много всего того, что я только что называл, включая deployment, когда нам наш работающий код нужно куда-то задеплоить, и мы там должны в студии нажимать правой кнопочкой мыши publish, там next, next, ok, и ждать пару минут, еще что-нибудь. Иногда это отладка. Некоторые люди любят дебажить, они чувствуют себя шерлоками, холмсами, но на самом деле отладка это поиск багов, а если бы багов не было, отлаживать тоже не нужно было. Если представить, что мы могли бы писать код так, что в нем нет багов, это было много круче, потому что мы только бы творили, а не лазили там, искали какую-то ерунду. Иногда нужно настраивать какие-то окружения, то есть это может быть и девелоперская машина, там у нас что-то сломалось или новую дали, или сервер какой-то поднять где-то, и часто это связано там с UI работой, нужно кнопки понажимать, там какие-то поводить имена, пароли, все это повторяется, но это все не кодинг и достаточно скучное дело. То есть это все нужно стараться оптимизировать, сделать так, чтобы мы меньше думали. На самом деле способность думать, она достаточно ограниченная, есть такое понятие как мысля топлива, его придумал Максим Дорофеев, и идея в том, что думать это сложно, на это тратятся ресурсы, и если мы будем тратить мысли ресурсы на ерунду не связанную с кодингом, то на кодингом ничего не останется. Поэтому очень простой рецепт нужно делать так, чтобы все активности, которые мы делаем, не требовали нашего усилия ментального и были так называемым но-брейнером. И в индустрии есть вещи, которые помогают это сделать, обычно они связаны со словами continuous, то есть у нас есть continuous integration, которые там за нас все будет собирать, тестить, говорить хорошо все или нет, continuous delivery, который будет подготавливать за нас все для деплоймента куда-то, то есть там версионировать, делать пэккеджи, все это опять-таки автоматически. continuous deployment сможет автоматически задеплоить наш код на какое-то из окружений, начиная от тестового, заканчивая продом. И continuous development это когда у нас все происходит так, как говорят, smoothly, то есть у нас без там задержат, затыков, отвлечений, все плавненько движется, мы максимально занимаемся кодированием, все остальное происходит само по себе. Это то, к чему, как мне кажется, нужно стремиться всем разработчикам для того, чтобы получать максимальный кафе от своей работы. Если мы говорим про разработку и про сам процесс написания кода, добавления новых фич, делания продукта, проекта. Очень хороший источник вдохновения, это книжка под названием Growing Object Oriented Software Guided by Tests. Это отличная вещь, я все время, когда я прочитал, удивился, что подход авторов совпадает с моим пониманием происходящего. Единственный ее недостаток, это то, что примеры в книге на Java, но в Java ее можно понять, можно даже, наверное, там и позапускать. И достоинство книги в том, что авторы, кроме того, что дают теорию, они на протяжении всей книги, используя свои же рекомендации, показывают, как написать приложение. Это приложение, которое занимается деланием ставок на аукционах, то есть у него есть UI, там взаимодействие по сети, и все это делается через тесты, там приемочные тесты, юнит-тесты, test-driven development, вот это все. А, у меня тут выскочила какая-то штука, вы видите еще экран или нет? Да, видим, то тебе, наверное, сообщение просто пришло. Сообщение, ребята, я, давайте, может, сейчас посмотрю на всякий случай, может там что-то важное. Так, Java можно понять и простить. Да, ребят, давайте я сообщение потом прочитаю в конце, если там что-то очень срочное, там, что-то отвалилось, там, то вы, может, ну или голосом скажите, или еще что-то, сообщение потом, все вопросы, да, комментарии можете оставлять там. У меня тут для удобства, внизу справа есть номер слайда, есть мой твиттер, ой-ой-ой, что-то улетело, можете сразу в твиттер, там, не соглашаться, запомнить номер слайда, потом уже все это рассмотреть и подсвечать на вопросы. Вот, но книжка отличная, всем рекомендую ее прочитать, и некоторые идеи из нее я сейчас вам озвучу. То есть, главная идея, что все должно быть интерактивно, сейчас никого этим не удивишь, у всех тотальные скрамы-конбаны, хотя скрамы на самом деле не скрамы, а так называемые скрамно, знаете, есть английский термин скрам-бат, там, we are doing скрам, but we don't have daily meetings, а по-русски это получается скрамно, у нас есть скрам, но там какие-то у нас есть особенности. Я предсчитаю, что это все очень неправильно, эта идея заобидела себя, но интерактивная разработка, она имеет право на жизнь. Идея в том, что мы добавляем функциональность какими-то итерациями, у нас есть ритм и, ну, это на самом деле хорошо, итерации это не обязательно там спринты могут быть, даже если мы добавляем какую-то маленькую фичу, у нас есть свои внутренние итерации, которые, там, если мы используем test-driven development, это начинается с написания теста, заканчивается коммитом или, там, закрыванием таски, например. Но идея разбирать все на итерации достаточно хорошая. Любой проект, над которым мы работаем, должен начинать с так называемой итерации 0, в которой мы занимаемся настройкой инфраструктуры и процесса, последняя процесса разработки. Именно на итерации 0 мы делаем такие вещи, как, например, deployment. Деплоймент на все наши environment, которые нам будут нужны, начиная от, там, Dev, QA, Stage, UAT, я не знаю, и production. Мы все это автоматизируем в начале, а не как обычно в конце, потому что часто встречается ситуация, когда, там, что-то люди писали-писали, потом, ага, давайте сейчас задеплоим это на production, и начинается, ой, на production сервера не такие, мы тут написали под, там, не знаю, под наши девелоперские тачки, на production все не так, там, а как деплоить, а это вручную, там сроки срываются. Вот ребята из книжки говорят, что об этом нужно думать заранее, нужно все это построить с самого начала, и уже на этих рельсах потом набрасывать функциональность. И весь процесс добавления новых фич должен проходить вот как в нижнем буллите со стрелочками, то есть мы получаем требования. Эти требования мы проясняем, и результатом нашего прояснения появляется acceptance test, то есть приемочный тест, который можно выполнить, то есть автоматизированный. То есть он может ничего не делать, он не будет ничего делать, конечно же, но у него на этапе приемки должна быть очень важная характеристика. Он должен быть понятным и бизнесу, и программистом. То есть он должен быть написан в такой форме, чтобы человек, который менеджит это требование, он посмотрел и сказал, да, действительно, вот этот сценарий написывает то, что должна делать фича, когда она будет реализована. И программист должен сказать, да, мы понимаем, что тут надо сделать, и мы примерно понимаем, как это можно реализовать, чтобы оно автоматически проверялось. То есть тесты должны быть автоматизированными, на это тратится какое-то время, но, с другой стороны, то же самое время, может быть, чуть меньше, может быть, потрачено просто на написание acceptance критерий текстом, правильно, и потом миллион времени потратится на то, чтобы их руками воспроизводить. И часто, достаточно, имеет смысл сравнить эти усилия и все-таки дать предпочтение автоматизации такого теста. После того, как у нас есть приемочный тест, мы приступаем к разработке, используем TDD, можем не TDD, неважно на самом деле, хотя мне лично, например, с TDD проще, и мне проще, когда есть unit-тест, и кому-то нет. Это, ну, it depends, скажем так. И в конце, когда у нас наш приемочный тест, написанный в начале, позеленеет, это будет означать, что наша фича готова, и мы можем ее отдавать. Этот тест мы добавляем в suit наш, и дальше начинаем работать на следующей фичей. То есть у нас iteration zero включает построение так называемого гуляющего скелета. То есть мы делаем скелет, а потом в процессе работы будем набрасывать на него мясо. То есть у нас должно быть автоматизированный процесс билда, запуска unit-тестов, подготовка пакеджа, который можно задеплоить куда-то, автоматизация деплоймента на dev environment. То есть это не девелоперская машина, это что-то приближенное к нашему продакшену, в отдельный сервер, на котором мы будем запускать наши приемочные тесты. И после того, как они у нас проходят, только после этого мы можем задеплоить куда-то, где уже этим будут заниматься люди. То есть это QA, может Product, Moiner, Product Manager могут уже потестить нашу фичу. До того процесса смысла никакого тестировать, ничего нет. Если какой-то из этих шагов падает, мы следующие шаги не делаем. То есть это экономит нам достаточно много времени на тестирование того, что заведомо не работает. То есть этот принцип достаточно просто рисуется вот такой картинкой. То есть 1 это наша iteration zero, а потом мы уже там очень легко дорисовываем сову, и на выходе у нас получается красивая птичка проекта. Так, рассмотрим немного отдельные этапы. Начнем с билда. Обычно, когда говорят build и .NET, в голове у всех сразу же MSBuild. Чем еще можно билдить, спросят некоторые люди. Но на самом деле MSBuild это не самый удачный вариант. Он хорошо работает, если мы делаем какие-то простые приложения, если мы не выходим никогда из студии, у нас есть там Ctrl-Shift-B, все отлично, мы не паримся. Но как только нам начинает быть нужно что-то там, запустить тесты хотя бы, запустить эту штуку вне студии, а на билд-сервере, запустить там приемочные тесты, сделать какие-то репорты, там, покрытие померять и еще что-то, вплоть до того, что что-то куда-то задеплоить или подготовить артефакты, MSBuild начинает быть жутко неудобным. Основная проблема MSBuild в том, что он построен на XML. А XML это язык, но это не язык программирования, это декоративный язык описания данных. И хотя MSBuild позволяет на XML писать такие там сложные вещи, как там циклы, условия, выглядят они очень ужасно, их сложно писать, их сложно понимать, сложно поддерживать. Есть возможность добавления там кода на C-шарпе, можно там добавлять свои DLL-ки какие-то с логикой их вызывать, но это все еще больше усложняет всю модель, потому что вам нужно вытягать DLL-ки непонятно как, они не очевидно вызываются, код напишется там в седатокомментариях, то есть его, конечно же, не подебажить, ничего, и все это превышается в достаточно такого неповоротливого и неудобного монстра. Вместо того, чтобы с ним париться, я бы вам порекомендовал посмотреть на такую вещь, как фейк. Фейк это F-sharp make. В чем его преимущество? Это в том, что самое главное преимущество, что это язык программирования, это F-sharp. На F-sharp можно писать все, что угодно, потому что, если вы даже не знаете F-sharp, это все .NET, то есть все то, что есть в .NET, доступно в F-sharp, плюс фейк предоставляет достаточно удобный DSL, который позволяет вам описывать ваш билд и релиз процесс достаточно красивенько. Он называется F-sharp make, потому что он построен на парадигме, который используют многие инструменты, у которых есть имя, там что-то тратата-эйк, то есть для Ruby это рейк, там для чего-то еще там, то есть в принципе меняется первая буква. И так, там кто-то размутился. О, отлично, спасибо. Вот, и идея в том, что ваш билд процесс разбивается на так называемые таргеты, в разных реализациях, наверное, называется по-разному. В MS-билде тоже, в принципе, та же концепция используется. Каждый таргет описывает действия, которые нужно сделать, и есть, строится в зависимости одних таргетов от других. И вот у нас типичные примеры, взял его со странички фейка. Тут у нас есть target clean, который чистит все, что мы там в папочке build-билдим. Build-up build-it, причем, видите, используется MS-build-release, то есть, билдится solution, используя MS-build. То есть, все даже стандартное для сборки MS-build подходит хорошо, но для всего остального используется fake. И есть также default, который, на самом деле, ничего не делает, но его смысл в том, чтобы запустить остальные. Внизу мы видим dependencies, начиная от 23-й строчки, то есть, у нас clean зависит от build-up, а build-up зависит от default. И когда мы запускаем default, запускается build-up и запускается clean. В реальной жизни этот файлик будет достаточно большой, здесь будет много вещей, видите, очень удобненько там, с помощью фиолетовых кракозя, блин, мы можем задавать шаблоны для файлов, которые нужно взять. Там, например, мы берем все файлы с cc-sharp.roach и их билдим. То есть, тут у нас, получается, есть много файлов, много проектов, они все у нас билдятся. То есть, тут мы даже не используем set-solution. Можно писать отдельно, даже сбилдить тесты, запустить. И кроме DSL, есть очень много операций, которые авторы фейка реализовали, много пекеджей, которые позволяют им взаимодействовать с разными системами контроля версии, там, git, svn и прочее. Переписывать файлы, там, на файловую систему, там, делать какие-то HTTP-запросы, интегрируются с разными тест-ранерами, ну и всего. То есть, очень много всего, включая даже деплоймент. То есть, они даже могут делать деплоймент, если там какой-то фейк деплой. То есть, очень прикольная штука. И одно из ее преимуществ в том, что это, опять-таки, Fsharp. Очень многие тут нет-разработчики хотят попробовать Fsharp в жизни. А у них это не всегда получается, потому что обычно работодатели, там, и кастомеры много скептически относятся ко всему этому. А здесь область, где вы можете попробовать Fsharp, пописать монады даже. Я не знаю, что это такое, но на Fsharp обычно всегда пишут монады. Принести пользу проекту, и всем на это будет пофиг, потому что инфраструктурные вещи обычно никого не интересуют. То есть, вы делаете, я буду делать скрипт для билда, делать его на Fsharp, и это очень круто. Кроме билда, я обычно использую, там, и рекомендую всем вот такие вот вещи. То есть, для системы контроля версии только Git. То есть, ничего другое к Git не приблизилось, там, может, кроме Mercurial. Это, ну, must-have вообще всегда. Я не знаю, я не тот человек, который бы попробовал Git, и потом согласился перейти на другие системы. Ну, и на то, что попробовал, а понял его. То есть, тут попробовать и понять разные вещи. Но, когда вы его поймете, если вы еще не используете, то вам будет очень сложно перейти на что-то другое. Для Cuttings Integration мы всегда использовали TeamCity. Другая альтернатива, которую можно было бы использовать, это Jenkins. То есть, они взаимо, скажем, идентичные, но у них немного разная философия. У TeamCity сразу все из коробки есть. Можно там кеша-плагин какие-то доставлять, но они не нужны. А у Jenkins ничего нету, нужно все кастомизить плагинами. И, ну, Jenkins может получиться дешевле там для вас, потому что он весь бесплатный. В TeamCity там есть определенные ограничения, хотя тоже можно вполне быть из бесплатной версии. Но если там сравнивать, например, с Visual Studio Team System, то, что было TFS, то эти два инструмента все-таки удобнее и более гибче, чем там то, что, опять-таки, обычно практикуют в .NET-шопах, в .NET-проектах. Для деплоймента можно использовать все, что угодно, конечно, но лучше всего работает Octopus. То есть это вещь, которая, опять-таки, есть там местами бесплатная. Она позволяет вам не заморачиваться о том, какая версия на каком инвайроменте установлена, как хранятся ваши разные секреты, там, connection string, имена и пароли. То есть оно все это хендлит. И помогает в этом GitVersion. Это штука, которая автоматически определяет версию. Она использует 7.ver2 формат. И если вы используете Git, используете какой-то там GitFlow, похожий в workflow для работы. У вас есть feature branch, у вас там релизные branch, какие-то backfix, то GitVersion может автоматически, исследовав граф коммитов, определить, какая конкретная версия будет у этого конкретного коммита. То есть это очень удобно. Сразу снимается необходимость там руками наращивать версию после релиза. Когда там, я не знаю, у меня были проекты, в которых там жиротаска была. Типа увеличить на единичку версию после релиза. И там кто-то, обычно Jun, самый новенький, должен был за этим следить. Это все удручает. Тут все это делают автоматически. Но об этих инструментах немного в другой раз поговорим. А пока поговорим все-таки о нашем процессе. То есть есть такая вещь, как цикл обратной связи. Когда цикл обратной связи, это, в моем понимании, время, которое прошло с того момента, как разработчик что-то написал и пушнул, до того, когда он понял, что оно не работает. Или ему кто-то это сказал, или он сам увидел. То есть чем это время больше, тем все грустнее для разработчика. То есть это может быть там QA придет, может там Project Manager или Customer ночью позвонит. И лучше всего, конечно, узнавать это как можно быстрее. Даже до того, как ваш код попадет куда-то из вашей IDE. То есть задача разработчика, его спасение, состоит в том, чтобы цикл обратной связи уменьшать. Как можно лучше. Лучше. Вторая фишка, на которую стоит обратить внимание, это, смотрите, вот у нас есть, скажем, наши спринты. Это вот столбики, это каждый спринт. А циферки, это или story point, или часы, неважно. То есть это какие-то единицы, которые мы можем за спринт сделать. То есть если у нас там, скажем, устоявшаяся команда, ну это velocity наш, мы можем делать за спринт 40 чего-то, там 40 попугаев. То есть если у нас спринт первый, никаких багов, ничего нет, мы делаем 40 функциональностей, выкатываем, все супер. Потом у нас находят какие-то баги, на которые мы тратим там во втором спринте 4 попугаев. И нам нужно какое-то время, чтобы провести регрессию того, что мы сделали раньше. Как мы видим, с каждым спринтом, даже если мы там не будем находить багов, время на регрессию, по идее, будет увеличиваться, потому что мы добавляем все новые и новые фичи, и их нужно опять проверять все снова и снова. И на каком-то этапе окажется, что у нас не будет времени для добавления фич, мы будем тратить все на регрессию. Это может быть хорошо для бодишопов, потому что в этот момент проект менеджер на белом коне приходит кастомер и говорит, ну смотрите, вот такая ситуация, нам надо занять еще 50 QA, тогда все будет хорошо. Но для разработчиков это на самом деле не очень круто, потому что все равно, если будет 50 QA, они будут репортить там 50 чего-то, и вам придется все тратить время даже на коммуникацию, пусть даже не на фикс багов, на что-то еще. И если мы говорим там про прагматичные разработки, идея в том, чтобы вот эту желтенькую часть стараться уменьшать всегда. И лучший способ это автоматизация, автоматизация нашего тестирования. Когда мы говорим про тестирование, у нас есть несколько уровней, все мы их знаем, это у нас юнит-тесты, когда мы тестируем наш код, integration-тесты, это когда мы тестируем код, которым мы не владеем. Если мы делаем там вызов, например, к базе данных, то мы уже там, у нас включается код, который вне нашей компетенции, поэтому есть смысл его выносить в отдельный, отделять от юнит-тестов. И вторая причина, почему нужно это делать, потому что обычно интеграционные тесты выполняются дольше. И если у нас там есть много интеграционных тестов, то наш цикл обратной связи увеличивается. И часто нам бывает достаточно проверять юнит-тесты нашу функциональность, и на этом этапе там сказать, что да, у нас все хорошо, а пусть потом интеграционные тесты запускаются, может там менее часто, ну, короче, то есть они просто другой уровень, который дольше, с которым нужно там, соответственно, себя вести. Приемочные тесты, и по-разному все называют, кто-то их называет интеграционными, там есть acceptance-тесты, есть там функциональные тесты. Ну, мне удобнее думать, как acceptance, это термин взял из книжки, о которой я вам говорил. Это тесты, которые тестируют нашу систему с точки зрения пользователя. И есть ручные тесты, то есть, опять-таки, обычно acceptance и ручные – это одно и то же, но в правильно построенном процессе, в идеальном, скажем, в котором нужно стремиться, где у нас все автоматизировано, есть место ручному тестированию, но оно называется exploratory, то есть это тестирование, в рамках которого делаются какие-то вещи, которые еще не покрыты скриптами, и для того, чтобы найти какие-то необычные паттерны поведения системы. То есть это как исследование, вы что-то делаете, если вы находите какую-то аномалию, там еще что-то можно завести багу, и на нее нужно будет тоже написать приемочный тест автоматизированный, для того, чтобы это потом воспроизвести. То есть это просто как входит по UI, там что-то жмет и видит какие-то неожиданные результаты. Приемочные тесты, то есть это тестирует систему от начала до конца, обычно это должно взаимодействовать с UI, то есть это от лица пользователя, если у нас UI как-то недоступен или далеко, то как можно ближе к нему. Это может быть тестирование API, там какие-то вызовы, ну всякое такое разное, но лучше всего это когда у нас есть напрямую взаимодействие с UI. Хорошая практика, опять-таки подчеркнута из книжки, состоит в том, чтобы разбивать acceptance-тесты на две части. Первая часть это регрессия, то включается тесты, которые тестируют функциональность, которая была когда-то добавлена, и она должна быть, там тесты всегда должны быть зеленые, если что-то там покраснело, значит мы что-то сломали, нужно это фиксить. А второй набор тестов это то, что in progress, то есть помните мы говорили о том, что мы начинаем фичу с написания acceptance-критериев, acceptance-теста, этот тест будет запускаться и первое время он, конечно же, будет не зеленым, он будет там красным или желтым. И это ничего плохого, это значит, что наша система работает, но просто эта фича еще не была реализована. Как только тест покраснеет, это будет сигнал о том, что фича есть, и мы этот тест можем перевести в набор регрессии. И наш continuous iteration серию нужно настроить таким образом, чтобы он не реагировал на красноту этого in progress теста. То есть это нормально. Для acceptance-теста, если мы пишем веб-приложение, обычно используется веб-драйвер, там Selenium, там как его только не называют. Это классно, это стандарт, скажем, индустрии, очень много готовых решений, там практик, целые конференции проводят в Selenium Camp, например, в Киеве на эту тему. Но мы можем пойти дальше и попробовать такую штуку, как Canopy. Если вы будете гуглить, обязательно напишите там F-Sharp или Selenium, потому что на имя Canopy нагуглится какая-то ерунда там с питоном связанная. И одна из причин, почему нужно использовать Canopy, опять-таки, потому что это F-Sharp. То есть это второе место, где вы можете попробовать F-Sharp на работе, и вам за это ничего не будет, а может даже скажут спасибо. Но кроме того, что это F-Sharp, он очень юзер-френдли для и разработчиков, и, скажем, не технических ребят. То есть вот вам пример теста, который, то есть я этот доклад делал на Framework Days и поэтому тут такие ссылки используются. То есть тут все достаточно просто. Можно там опустить, ну, например, договоримся, что синие буковки мы не читаем, они просто есть. У нас есть понятие контекста. Контекст – это просто группа тестов, в которых мы можем для него какой-то сделать отдельный сетап. Вот тут у нас будет один. Можно контекстом делать вообще, просто запускать тесты. То есть тест у нас называется, видите, в кавычках мы можем писать любое имя. Три кракозюблинки – это так-так нужно. Их может быть четыре. Их может быть, по-моему, даже пять. Три – это значит обычный тест. Четыре – это значит, что тест, над которым мы работаем сейчас. Он будет запускаться медленно и показывает, что он делает. Ну, пока можно это опустить. И потом идут наши действия. То есть, видите, URL – там какой-то адрес. Это наш браузер. Мы переходим сюда, нажимаем кнопку. Причем, видите, клик, а потом идет какой-то текст. Canopy будет искать элемент, у которого есть такой текст. При этом неважно, какого типа этот элемент. Это может быть, там, span, div, button, там, input – все равно. То есть, если у него есть такой текст, он его нажмет. Это очень удобно для вот таких высокоуровневых тестов, когда вы можете показать этот код вашему product owner. Скажем, да, круто, все-таки должно быть. Вот я хочу зайти на этот сайт, нажать на такую ссылку, потом на такую, потом на такую, и там что-то увидит. То есть, тут я показал только действия, но Canopy, на самом деле, еще позволяет делать разные проверки. Вот сейчас, пока я буду рассказывать пример, как это выглядит, когда вы его запускаете, тот же самый пример. Здесь используется слева репортер, у Canopy есть несколько репортеров, и здесь веб-репортер, когда у вас все ваши тесты показываются в вебе. А справа – это Chrome, на который жмет кнопки этот скрипт. Вот он нашел меня, прошел все тесты, и он показал, что он зеленый, там за 17 минут что-то произошло. То есть, он умеет много чего. На самом деле, все, что умеет веб-драйвер, но кроме DSL, он добавляет разные удобности. То есть, например, в веб-драйвере часто бывает такое, когда элемента нет, ему нужно подождать, и код захламляется разными там вейтами. Canopy ждет по умолчанию сам. Он по умолчанию ищет там, скажем, по тексту, по CSS-селектору, по ID. То есть, все это можно туда добавлять. Конечно, по тексту он ищет дольше, потому что он перебирает разные стратегии. Но хороший рецепт будет начать писать тесты вот с таким, когда используют обычный текст, а потом этот текст заменить уже на селекторы, которые вам нужны, а эти селекторы добавить как константы. То есть, он поставляет запускать несколько браузеров, переключаться между ними. То есть, в одном браузере у вас может быть, например, какая-то админская часть, в другом клиентская. Вы там добавляете что-то, смотрите в одном другом. Ну, то есть, это очень прикольно. Ну, и самое основное, это то, что сценарии будут понятны. То есть, всегда можно их написать в такой форме, которая будет понятна всем. И код даже более понятен, чем C-sharp. Хотя бы потому, что нету там скобочек, точки с запятой и всего остального. Вот. Ну, это все, конечно, круто. Тестирование, тестирование, но мы же все-таки разработчики. Все это мы говорили для того, чтобы больше писать кода. Пусть оно все проверяет, а мы будем кодить. Но, если мы начинаем писать код, у нас не все так гладко. У нас есть какие-то вещи, которые нас задерживают. Может быть, слабый компьютер, там долго компилится, там что-то не запускается. Мы тратим время. Кто-то любит дебажить. На самом деле, нет. Потому что, опять-таки, когда мы дебажим, мы не пишем код. Это тоже все то, что съедает на наше время. Это все нужно убирать. И один из лучших способов сократить время на дебахе, на всякие вещи, на мануальные проверки. Это все-таки юнит-тесты. То есть, мы знаем, что юнит-тесты – это крутая штука. Над ними многие смеются. Вот, к примеру, когда у вас есть два юнит-теста и ни одного integration-теста. Это все известно, смешно, но все-таки у юнит-тестов есть польза. Для того, чтобы осознать, нужно понять, что такое Moki и чем они отличаются от стабов. Для тех, кто не знает, можете сейчас быстро освежить память. Вот тут фаулера навернуть. Там достаточно все просто. Есть моки, стабы, тспаи, там еще что-то такое. Если вы вдруг не успели это все прочитать, ничего страшного. В дотнете есть отличный инструмент под названием nsubstitute, который прямо на своей стартовой странице говорит, что, ребята, не парьтесь. Моки, стабы – все это фигня. Просто сделайте substitute. Поэтому я для удобства дальше буду называть всех этих зверей словом Mok. И с помощью nsubstitute вы можете, используя только один термин, получить любое поведение, которым характеризуются все ребята, написанные на верхней строчке. То есть nsubstitute – это отличная штука, с помощью которой можно писать юнит тесты на дотнете и делать это, скажем так, в приятном виде. Если мы сравним это, например, с Moki, или что еще используется, то мы можем видеть, что нам нужно меньше писать синдексического мусора. То есть меньше лямб, меньше каких-то там скобочек. Все выглядит намного круче. Для того, чтобы это показать, мы сейчас попробуем посмотреть это в действии. То есть у нас есть какой-то сценарий. Ну, у вас есть, наверное, карточки. Это, конечно, не тот сценарий, который мы будем делать. А сценарий будет вот такой. То есть мы пишем, конечно же, блок engine. И делаем сценарий, когда мы хотим добавить новый пост в блок. И он должен быть сохранен у нас в базу. То есть поскольку у нас там true.ttdd, мы начинаем вот именно с такого пустого файла. У нас будет здесь только тесты. Мы создаем блок-сервис на лету. Мы используем resharper для того, чтобы генерить наши переменные классы и прочее. И в TDD одно из неочевидных преимуществ состоит в том, что вы, когда пишете тест перед кодом, вы до написания кода пишете код, который будет ваш тот код, который вам нужно сделать, будет использовать. То есть вы начинаете с клиента. И вы уже на этапе проектирования, скажем так, когда кода еще нет, вы видите, как его нужно будет использовать. И можете сразу же найти какие-то удобные или неудобные вещи. То есть вы можете сразу писать, какой будет API у этого вашего класса. Какие нужно передать параметры. Достаточно ли будут этих параметров или какие-то другие. И это все до того, как у вас есть вообще какая-то функциональность. То есть здесь мы что делаем? Делаем блок-сервис. Нам нужно что? Добавить пост. Мы создаем новый пост. Нам не важно, какой у него будет контент. Пока мы вообще все это не об этом. У нас будет метод добавить в сервисе, когда мы добавляем. И мы должны проверить, что в репозитории у нас вызвался метод save. Опять-таки у нас нет репозитория, нет метода save. Но мы смотрим, что да, в таком виде оно было бы хорошо. То есть в репозитории save и там будет какой-то пост DTO. Пост DTO нужен, потому что у нас enterprise. У нас разные уровни. Пост это у нас какой-то бизнес слой. DTO это у нас data layer. Соответственно, мы уже сразу знаем, что нам придется сделать из нашего поста пост DTO каким-то там маппером. И мы сразу все эти наши мысли добавляем в наш тест. То есть мы сейчас пишем, что мы хотим убедиться, что у нас будет сохранена DTO в репозитории. А DTO у нас должна получиться из нашего поста какой-то магии. То есть мы сейчас еще должны написать кусочек кода, который убедиться, что у нас правильно мы делаем маппинг из поста в пост DTO. То есть тут сейчас какие-то происходят шатания в коде. На самом деле это все записано на GIF. Если бы я писал, то вручную было бы все еще медленней. Ну и все связано с тем, что я не программист, я архитектор. Редко когда получается писать, там пальцы трусятся. Ну зато есть время все порассказывать, что происходит. Вот у нас уже создается репозиторий. Видите, мы его берем у субститюта. То есть это у нас nsubstitute работает. Это у нас получается репозиторий. Это у нас mock нашего интерфейса iRepository. И последние строчки, там где репозиторий received saved DTO, это наш assertion, который говорит о том, что нужно убедиться, что у нас instance репозиторий получил вызов метода save. То есть очень чистый синтаксис. Нету никакого здесь лямбда, как было бы в каком-то другом инструменте. Тот же самый mocku. Тут бы у нас был action, стрелочки, скобочки. А тут ничего такого нет. И мы еще добавляем mapper, который у нас тоже ReSharper пытаются угадать, но ничего не получается. Мы делаем новый интерфейс iMapper и добавляем в него метод map. Маппер должен маппить, как обычно. То есть это проблема, скажем, .NET и вообще объектно-ориентированных языков. Если вы хотите там использовать single responsibility, то у вас скорее всего будет классно называться какой-то doer с методом do. Worker с методом work. Это то место, где функциональное программирование намного круче, потому что вам не нужен ни класс, ни интерфейс. Нужен только метод или функция. Так, ну ладно, это я отвлекся. А еще хочу обратить ваше внимание на тот факт, что у нас с левой стороны кружочки, крестики красненькие. То есть что-то у нас происходит. Происходит у нас то, что есть такой инструмент под названием ncrunch. Это плагин к студии. Который занимается тем, что постоянно запускает ваши тесты, как только у вас изменяется файл. То есть если вы посмотрите на заголовок nsapdemo.cs, там звездочка. То есть я еще ничего не сохранял даже. При этом мы видим, что код наш или работает, или не работает, или билдится, или там то самое, то все это происходит на лету. Это очень удобно и позволяет вам использовать метафору так называемого живого кода. То есть вы всегда видите кода вот живой или нет, вы его меняете и сразу понимаете, что вы сломали там что-то или не сломали. Тут могут быть консерны насчет того, что у нас оно может тормозить все. Но об этом давайте поговорим чуть позже. Сейчас пока у нас происходит рефакторинг хацкий. То есть мы делим все на три секции, как обычно в TDD. Arrange Act Assert. В первой секции мы настраиваем нашу систему для тестирования. По второй мы делаем какое-то действие. В третьем мы проверяем. То есть видите, 18-я строчка mapper map.post.return.post.dto Это еще один способ использования Substitute, в котором мы говорим, что если у маппера вызовется метод map, в который передастся именно instance post, то он должен вернуть post DTO. И после того, как мы написали наш тест, мы можем приступить к реализации собственно метода add. То есть тут все очень просто. У нас есть маппер. Мы его, кстати, видите, передаем через конструктор, как и репозиторий. Мы используем dependency injection. Все по-взрослому. Мы вызываем метод map. То, что получилось, мы передаем в репозиторий в метод save. И у нас тест получается зеленым. То есть мы можем проверить, правильно ли тест наш работает. То есть начнем с того, что, например, маппер у нас будет null равен. Мы не будем его передавать из блок сервиса. И сразу у нас что-то придет плохое. Null reference exception. После этого мы можем, например, попробуем не брать пост DTO у маппера, а создадим новый. Тоже у нас падает наш тест. Падает, потому что в репозитории метод save был вызван, но он был вызван не с тем аргументом, который нужен. То есть мы тут настаиваем на том, чтобы он был вызван именно с пост DTO, который мы получили у маппера. Если мы его создали какой-то левый-другой, то нам это не подходит и тест должен упасть. То есть с помощью таких вещей мы сразу на лету проверяем, что тест у нас написан правильно, код у нас написан правильно. И мы можем двигаться дальше. То есть тут у нас есть одна проблема, связанная с тем, что сам код занимает две строчки, а тест занимает, ну можно посчитать, но больше чем две сто процентов. И это одна из причин, почему многие скептически относятся к юнит тестам. То есть они говорят, мне надо столько там тратить усилий на эти тесты, их надо постоянно переписывать, если я меняю код от рефакторинга. И это все на самом деле сложно, плохо, лучше этого делать не буду, лучше буду проверять все вручную. Но при этом в .NET есть отличные инструменты, которые позволяют вам, во-первых, минимизировать объем кода, который вам нужно писать в тестах, и во-вторых, минимизировать необходимость рефакторинга тестов при рефакторинге кода. Один из этих инструментов называется с автофикши. Его придумал в свое время Марк Зиман. Вы знаете, он написал книжку Depends Injection in .NET. И будет, кстати, осенью на конференции .NET Fest, так что вы можете прийти и посмотреть, это очень классный чувак. И смысл этого автофикстуры в том, чтобы не создавать вручную тестовые данные. То есть автофикстура она может создавать сама примитивы. То есть если вы говорите, дай мне int, она сделала какой-то случайный int, строки, даты и прочее. Может создавать объекты. Она с помощью рефлекшена находит все property, поля, их инициализирует, создает сложные графы объектов, списки, и нумераторы, и все такое. И плюс она может кастомизироваться. Вот этот факт кастомизации мы как раз сейчас увидим. То есть смотрите, что у нас пока этот рассказ произошло интересное. То есть вместо того, чтобы создавать вручную эти объекты в тестах, автофикстура она дружит с x-unit, также с n-unit, по-моему, может быть еще с каким-то, и позволяет использовать фичу этих тестовых фреймворков, а именно передавать данные прямо в тест через параметры. Так называемые тут теории, или тест-кейсы они называются. То есть смотрите, здесь мы делаем так, что нам в метод прилетает postDto и post. Они у нас проинициализированы, соответственно. То есть если у нас здесь будет в посте какое-то свойство имя, ну, с помощью, ой, имя, что-то я всем не это говорю, а свойство name, и будет даже конструктор, в котором это name будет инициализироваться, то код у нас будет работать. То есть видите, мы используем автофикстуру, и мы добавили в наш пост конструктор на каком-то этапе. И если бы у нас были обычные тесты, нам нужно было бы все тесты, где у нас используется пост, изменить, чтобы этот конструктор вызывался. Здесь же автофикстура достаточно умна для того, чтобы это определить сама. Плюс, я повторяю, она проинициализирует все поля в какие-то случайные значения. Конечно, если нам случайно не подходят, мы можем это подхачить, но в большинстве случаев нам, если у нас окей, то так мы и будем работать. Окей, значит, тут мы пытаемся сделать интересную вещь. как я говорил, фикстура может кастомизироваться. И здесь мы пробуем сделать так, чтобы фикстура умела создавать инстансы интерфейсов. То есть это невозможно, если мы попытаемся попросить у фикстуры инстанс аймаппера. Она скажет, что у аймаппера нет конструктора, поэтому извини. Ну это правильно, потому что интерфейсов ничего нет. Но если мы добавим кастомизацию вот такую вот хитрое название идеи слова nsubstitute, то эта кастомизация научит нашу фикстуру создавать интерфейсы в форме субститюта, в форме моков. То есть к нам мы попросим аймаппер, она у нас вернет мок для аймаппера. Плюс точно так же она сможет создать инстанс нашего блок-сервиса. При этом обратите внимание опять-таки, что нам не нужно явно вызывать его конструктор и оно само определяет, какие туда нужно обсунуть зависимости. То есть мы сейчас меняем наш код, чтобы наши моки создавались не явно из nsubstitute, а с помощью фикстуры. И ожидаем то, что она все будет работать. Оно у нас ничего не работает. Не работает, потому что мы когда создаем блок-сервис, туда в конструктор передается и маппер и репозиторий, которые тоже создаются на лету. А потом, когда мы второе создаем маппер и репозиторий в следующих строчках 27 и 28, у нас там получается новые инстансы, не те, которые были в блок-сервисе. И мы, получается, обучаем маппер и проверяем репозиторий не тот, который идет у нас в блок-сервис, то есть совсем другие люди. Для того, чтобы это пофиксить, вместо метода create нужно использовать метод freeze вызвать его перед тем, как будет использоваться блок-сервис. И freeze отличается от create в том, что он замораживает этот инстанс и все последующие вызовы или freeze или create они будут получать один и тот же вам инстанс. То есть сейчас у нас что произошло? Мы заморозили маппер, заморозили репозиторий и потом, когда мы создаем блок-сервис, фикстура вызывает конструктор блок-сервиса. У блок-сервиса есть и в зависимости от iMapper от репозиторий, в который она подсовывает то, что она уже до этого создала. Таким образом и маппер и репозиторий в блок-сервисе будет тот же самый, который мы здесь учим и проверяем в 29 и 35 строчках и у нас тест опять зеленый. То есть вот мы переключили на фикстуру. Кода меньше не стало, но уже как минимум нам не нужно вызывать явно конструктор блок-сервиса и следующие тесты, когда мы будем добавлять новые зависимости, не поломает нам этот тест. Теперь давайте пойдем дальше и попробуем добавить наши интерфейсы в параметры. То есть что у нас произойдет? Происходит пока грустное. У нас мы видим, что все квадратики, то есть крошки стали черными, а на 2-й строчке у нас красненькая стрелочка. Она говорит о том, что этот тест не запускается вообще. А не запускается он вообще, потому что, опять-таки, немного вернемся назад, ведь у нас есть атрибут теория, который говорит о том, что это будет параметризированный тест. И у нас есть атрибут автодата, который, это атрибут автофикстуры, который учит xUnit, который запускает наши тесты, создавать инстансы вот этих наших пост-DTO и пост-а. То есть там фактически просто создается фикстура и там делается вызов метода create. То есть он делает createPostDTO, createPost и пытается сделать create маппера и репозитории, и у него ничего не получается. Опять-таки, потому что у маппера и у репозитория нету конструкторов, это всего-навсего интерфейсы. И нам нужно сделать то же самое, что мы сделали здесь в строчке 24, то есть закастомизировать фикстуру, которая используется в атрибуте автодата. Для того, чтобы это сделать, нам на помощь приходит расширяемость X-юнита, а именно возможность расширять стандартные и кастомные атрибуты новым поведением. То есть мы просто делаем новый атрибут под названием n-автодата. Наследуем его от автодата атрибута, то есть от готового атрибута, который у нас есть. И в нем всего-навсего нам нужно вызвать базовый конструктор, в который нужно передать закастомизированную фикстуру. То есть этот код я не придумал, я его на блоге прочитал, там автофикстура достаточно такая сложная вещь, она умеет многое, но она очень такая научная, я бы сказал. Но при этом такие вещи делаются достаточно просто. То есть вот мы поменяли этот атрибут на этот, и у нас теперь опять-таки ничего не работает, но уже мы видим, что тест у нас запускается. Видите? То есть он создал маппер и репозиторий, но опять-таки та же проблема, которая была у нас раньше с самопальным созданием, связанная с тем, что у нас и маппер, и репозиторий это не те инстансы, которые пойдут в блок-сервис. Для того, чтобы это исправить, мы сейчас попробуем сам блок-сервис тоже добавить в аргументы. Зачем нам создать его вручную, если у нас там уже есть отличный атрибутик. То есть он тоже будет создаваться. Смотрим, что получается. Видите, у нас кода теста все меньше и меньше. Все еще у нас ничего не работает, но опять-таки по той же причине, потому что сейчас у нас используется одна и та же фикстура, но инстансы маппера репозиторий не те, которые идут в блок-сервис. Нам нужно каким-то образом сказать, что нам нужно вызывать метод фриз. И это тоже возможно из коробки автофикстуры с помощью атрибутов. И атрибут называется frozen. То есть мы просто в нашем тесте помечаем атрибутами нужные интерфейсы. И все. Эти интерфейсы должны быть в списке параметров до класса, в котором они будут использоваться. Обратите внимание, что я немного тут вольно себя веду, да, там с названием методов, там может какого-то бомбит уже, там, не знаю, твиттер отключен, как так, тут какой-то снэк-кейс, это же не по-сишарповски. Но на самом деле я смотрю на тесты как на спецификации. То есть это у меня не сишарп метод в нормальном понимании, это тупо моя спецификация. Я просто вынужден использовать сишарп язык для этого. А в спецификации имя играет очень важную роль, и я для себя пришел к выводу, что если использовать снэк-кейс, только все маленькие там с подчеркиванием, это очень просто читается. То есть, если у вас будут тесты запускаться, особенно падать на катининге и у них будет хорошее имя вот такое, его достаточно просто прочитать, легче, чем в Pascal кейсе, когда у вас тогда нужно. То есть вы просто пробелы опускаете, глаза их заменяет на ой, не пробелы, подчеркиваю, глаза их заменяет на пробел, и у вас получается обычный текст. То же самое и с количеством аргументов. То есть тут мы скармливаем очень много в метод. Видите, я все выделяю по строчкам, и у меня этот тест получается как у меня есть какая-то спецификация, есть какие-то входные данные, неважно откуда я их получаю, они у меня берутся из какого-то магического ящичка, то есть это у нас и DTO, и там какие-то объекты, интерфейсы, там блок-сервис, то есть мне все равно, как они там будут между собой строиться, то есть не теста этого задача. Самое главное, что где-то в моей экосистеме есть маппер, есть репозиторий, есть сервис, они каким-то образом друг о друге знают, меня не парит здесь, как они знают. То же самое, кстати, в production коде, если вы используете dependency injection, там какой-нибудь autofuck или ninject, то оно у вас само где-то замапится и у вас на выходе там появится блок-сервис. Точно так же и здесь. И вы хотите произвести над ним какие-то действия, что-то проверить. Вот и все. То есть у нас получается фактически кода теста всего три строчки, все зависимости вскармливаются через аргументы и капец. для того, чтобы показать это в деле, как это работает в реальной жизни. То есть я тут 20 минут тупил, там делал одно и другое, просто для того, чтобы показать вам, как можно из много кода сделать мало кода. Но как только мы это научимся, мы можем опустить стадию много кода и сразу уже педалить мало кода в тестах, но при этом тдд, все покрыто, ну и все-все прелести у нас будут получаться. Вот я сразу хочу добавить фичу о том, что у меня там должна быть какая-то статистика и эта статистика должна отображать количество последних постов. То есть это у нас будет метод блок-сервиса. Я сразу делаю блок-сервис через конструктор. видите, тут даже сейчас вот оно допишется и тест запустится, потому что не стоято, что у блок-сервиса есть какие-то зависимости, я их даже не передаю в аргументы, оно все само разрублит, создастся и там будет у меня свой маппер и репозиторий, они просто будут мне недоступны в тесте, но при этом оно будет работать. То есть это тоже очень приятный момент, если у вас есть какие-то зависимости, которые вам конкретно в этом тесте не важны, то есть все равно, то вам не нужно создавать этих заглушек, да, как там тест стабы, там, или что-то такое, то есть просто для того, чтобы вызвать конструктор. Нет, тут все создастся, там будет мне ненал и все будет работать. То есть я вот блок-сервис у меня создался, я у него вызываю какой-то метод, даже статистик, который нету, у статистики я проверяю, что должно быть поле lastPost и оно должно быть равно тому, что мне надо. То есть, видите, я сразу на лету создаю это property, это будет у нас int. Я использую конструкцию should be. Should be это так называемая assertion library под названием Fluent Assertions. Она не так называемая, она именно так и называемая Fluent Assertions во множественном числе. это библиотека, которая позволяет вам писать более человечески понятные assert'ы. То есть у вас там не то, что or equal, да, там и 1.0, и вы думаете, где там expect и где там actual, то есть у меня все это проблема. А здесь вы пишете на понятном английском языке, should be там что-то, но кроме этого имеет, умеет проверять списки, проверяет графы объектов, сравнивает и дает очень хорошее, понятное сообщение, если что-то у нас не так. А, тут у нас что происходит? То есть мы уже понимаем, что где-то должен быть у нас репозиторий в этом миксе безумном, и у репозитория должен быть метод getLastPost, который должен вернуть наш expectedLastPost. То есть что это, какое там значение, нам все равно. Мы его передаем через аргумент, и там какое-то значение будет. Самое главное, что это значение должно быть таким же, которое вернет наш репозиторий. Вот мы пишем этот код, и у нас сразу хоп, тест у нас заработал. То есть видите, мы потратили на написание этого теста очень мало времени. Написание кода намного меньше, но при этом у нас все тут покрыто, и все работает. То есть мы потом немного это украшаем, и вот у нас тест из трех строчек тестирует одну строчку. Если вы печатаете быстрее, чем я, то у вас вообще будет занимать секунды. Так вернемся к Fluent Assertions. Кроме того, что здесь удобные конструкции для ассертов, оно еще пишет очень удобные сообщения для понимания, для, ну, если что-то упало. То есть, например, если у вас есть длинный список, или, например, две строчки вы сравниваете, то обычные там NUnity и XUnity, ну, по крайней мере, в старых версиях, может это уже исправилось, они скажут, что эти строки не равны, и все, делай, что хочешь. А эта штука, если там у вас разница там с такой-то позиции, скажет, что эти строки не равны, начиная с позиции 45. И очень много прикольных вещей, я вам рекомендую, там в конце будут ссылочки на все эти вещи, посмотреть, то есть, оно может добавить вам вашим юнит-тестам больше выразительности. А вот, кстати, ссылочки. Так, первая ссылочка это репозиторий в гитхабе, на котором вы можете стянуть прямо сейчас, не знаю, там у вас обед, или что, или вечером, стянуть все то, что мы видели, попытаться это запустить, попытаться поменять и поиспользовать. Потом фейк, это ссылка на фейк, опять-таки, если будете гуглить, не гуглите фейк, ничего не найдете, пишите f-sharp fake, f-sharp make, тогда больше шансов. n-substitute тоже, вот, тоже можно все загуглить, автофикши, это она и есть, там плюс к ней ее расширение, автофикши.net мы использовали для того, чтобы добавлять атрибуты, и автофикши n-substitute, для того, чтобы создавать интерфейсы. Апрувал тест, это тоже крутая вещь, про которую я ничего не рассказал вообще, но она заслуживает того, чтобы ее использовать, если вкратце, то это штука, которая позволяет вам зафиксировать выполнение какого-то кода, часто даже legacy кода, в форме, например, в строке, эта строка сохраняется в файл, и потом, когда вы запускаете этот тест опять, он выполняет этот код, получает другую строку, сравнивает с тем файлом, который уже есть, и если они не совпадают, то он, во-первых, пишет ошибку, что тест не проходит, а во-вторых, если вы запускаете это, например, из студии, то он сразу вам показывает div, и вы можете на ходу посмотреть, что у вас там поменялось, и после этого, или же сказать, что да, поменялось правильно, и теперь версия, которая новая, должна быть эталонной, то в этот файлик сохраняете, или же находите ошибку, исправляете, и оно потом у вас будет получать тот же самый результат, который у вас был сохранен, то есть это очень классная штука, про которую я ничего не рассказал, так, дальше canopy, помним, да, это Fsharp для того, чтобы писать веб-тесты, ну, xUnit, само собой, и Fluent Assertions, когда мы говорим про xUnit там, или nUnit, ну, я использую xUnit, но у меня это, скажем так, Personal Preference, nUnit тоже неплох, хотя у меня с ним меньше опыта, но xUnit позволяет вам делать все, все, что вам нужно, то есть это параллельный запуск, это синхронные тесты, это отличная кастомизация, которая позволяет к нему подключать, то есть я не говорю, что другие этого не умеют делать, но я точно знаю, что xUnit умеет, поэтому, если вы его никогда не пробовали, попробуйте, посмотрите, может вам тоже понравится, ну, и Fluent Assertions, тоже заходите на страничку, и там все будет написано, все примеры, которые сразу, сразу заставят вас жалеть о времени, которое вы провели без него, так, тут некоторые там ссылочки на меня, на самом деле, можете загуглить, у меня есть блог, я его периодически начинаю писать и бросаю, там много задач, постов в драфте, в которые вот-вот выйдут, Facebook, почта, Twitter, вот, по любым вопросам, не стесняйтесь, если что-то вас там интересно, обращайтесь, я всегда рад чем-то поделиться, что-то новое узнать, а пока всем спасибо, вот, если есть какие-то вопросы, давайте посмотрим. я думаю, что это, Сергей, спасибо огромное, думаю, можно размьютываться и, ну, если что, задавать так, я по чату могу сказать, там у Андрея был вопрос, по кнопке, возможность конфигурировать селекторы, ну, аля jQuery, я так понимаю, CSS селекторы, ну, ответ уже потом был, ты сказал. Да, там CSS, там XPath, там, ну, jQuery, CSS и используют. И, ну, то есть, я, например, в Canopy, когда надо очень быстро чего-то сделать, я открываю Chrome, там правая кнопочка, inspect element, и копирую его путь, там длинная, там трехэтажная фигня, но Canopy ее хавает, ну, а потом, например, можно, там, повзаимодействовать с дев командой, там, чтобы они ID добавили, еще что-то, что-нибудь, да, то есть, он очень такой гибкий, вот, ну, вопросов больше нет, супер, если вдруг появится, ребята, я всегда доступен, спасибо вам большое за то, что меня позвали, очень круто, вот, всем удачи, хорошего дня. Спасибо большое. Тетя Сергеевна, спасибо тебе огромное.